Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидаемое – это надежда. Если несколько перефразировать эту версию перевода, то она будет звучать так. Вера же есть осуществление ожидаемой надежды и уверенность в существовании этой невидимой надежды. Или же в осуществлении этой невидимой надежды. Поэтому из данной смысловой констатации следует, что, во-первых, все существующее ныне, то, что мы видим, некогда находилось в недрах Бога. А посему, прежде чем оно начало быть, оно уже было в Боге. Во-вторых, все существующее ныне – это результат действия веры Божией. Потому что вера осуществляет то, что находится в недрах Бога. То, что мы называем надеждой нашего обетования. Поэтому вера Божия – это информация или откровение Бога, выраженное в Слове Божием, исходящем из уст Божиих. Как только то, что находится в недрах Бога озвучивается, оно становится видимым. Это не значит, что его ранее не было. Оно было, только было в другом состоянии, в другом измерении. В силу этого, все, что мы видим, некогда существовало в невидимом состоянии до того момента, как Бог сделал его видимым посредством озвучивания своей мысли. Поэтому вера Божия всегда направлена на то, что сокрыто в Боге, или же на то, что мы еще не можем увидеть. Вера Божия всегда имеет дело с внутренней реальностью или с тем потенциалом, который мы можем видеть, чувствовать и переживать только в мысленных образах. Вера говорит, я не могу это, но я знаю, что оно есть. Я не могу это видеть, но я знаю, что оно есть. Вера не имеет отношения к тому, что мы сделали, а лишь только к тому, что мы можем сделать. С одной стороны, Бог, насколько нам известно из Писания, переполнен всевозможными благими желаниями и благословениями, направленными в адрес своего избранного народа. А с другой стороны, Он не может действовать без содействия своего народа, чтобы исполнить свою волю и благословить его. Бог связан Своим словом в том, что никакого блага не может сделать для человека без согласия на то самого человека. Он ждет, когда мы попросим у Него все необходимое для святой жизни и благочестия. Но мы должны просить с верой, то есть на основании той информации или тех условий того порядка, который Бог предложил нам. Потому что, когда говорится с верой, это не означает с каким-то чувством, а это означает в соответствии установленного Богом порядка. Потому что вера – это информация, это некий принцип, состоящий из информации Божией. Поэтому, что вера отвечает всегда за притворение всего невидимого в видимое. Вера – это осознание того, что если мы чего-то из обещанного нам, Богом, не видим, оно все равно существует. А посему жизнь по вере требует того, чтобы мы, подобно всем героям веры, смотрели на невидимое. Потому что все существующее сегодня некогда находилось в Боге и стало доступным только благодаря тому, что Дух Святой смотрел на невидимое, проницал, трепетал и ожидал. Почему люди не могут получить? Они не смотрят туда. Они смотрят на видимое. И только когда это видимое происходит, тогда они начинают радоваться. Верующий человек радуется, когда он смотрит на невидимое. Он знает, что, несмотря на то, что он его не видит, оно есть в его мысленном образе, так, как Бог обещал. И мы это обещание начинаем видеть в мысленных образах. Поэтому все то, что сегодня, или тем, чем мы сегодня можем стать, уже находится в нас. То, чем Бог хочет нас видеть сегодня, уже находится в нас. И говоря языком человеческим, Бог беременен тем, что еще невидимо, включая то, о чем мы его попросим в молитвах. Когда мы просим о чем-либо по вере, то есть о том, что мы приняли от Бога в наше сердце, то это желаемое начинает приближаться к нам. Нам необходимо знать, что Бог более чем мы заинтересован в том, чтобы благословить нас. Но даст нам лишь только то, что мы будем страстно желать в молитвах. Желать и смотреть на это невидимое. Потому что фраза «осуществление ожидаемого» означает осуществление страстно желаемого. Марка 11, 23, 24 говорится «Имейте веру Божию». Имейте вот это откровение Бога перед собою. Имейте Его в своем сердце. Не потеряйте Его. Сосредотачивайтесь на Нем. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет Горесии, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем». То есть так как в сердце у него это есть. Он это не видит глазами физическими, но оно у него есть. Но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. «Потому говорю вам, все, чего не будете простить в молитвах, верьте, что получите, и будет вам». Обратите внимание, не то, что мы пожелаем, а то, что Бог вложил в наше сердце, то, что мы приняли в наше сердце из Божьих уст, от слышания Слова Божия. Часто это место используется, вырывается из контекста «все, что не попросите с верою, будет вам». Но на самом деле здесь имеется в виду, все то, что мы приняли от Бога и содержим Его, это обязательно исполнится. Если мы будем смотреть на обетования Божьи, которые мы услышали, только это исполнится. Не то, что мы хотим, не то, чего желает плоть, не то, что мы себе нарисовали, а только то, что хочет Бог. Это нужно отделять, иметь веру Божию, повторяю, это страстно желать, просить и ожидать откровения воли Божьей с тем, чтобы немедленно выполнить эту волю или же быть готовым слушать Бога и исполнять услышанное, что практически одно и то же. А вот просить означает жаждать и добиваться, используя для этого средства, представленные Богом, и весь потенциал своих возможностей. А «получать» означает принимать просимое, обхватывать его и присваивать на правах наследника. Наследник присваивает себе, показывая доказательства своей принадлежности к завещателю, что это на него завещано, что это принадлежит ему по праву. А нам по праву принадлежит все то, что находится только в нашем сердце, не то, что находится в этой книге. До тех пор, пока мы не приняли это в наше сердце, у нас нет никаких прав претендовать на то, что «Господи, написано». Вот когда оно будет здесь, и я буду говорить «Господи, написано», вот тогда Бог посмотрит то, что написано, есть в Твоем сердце написано, тогда Он и даст. Поэтому очень важно, когда мы приходим к Богу, без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Обратите внимание, не ищущим каких-то благ особых, а ищущих Бога. Бог хочет, чтобы мы были богаты верою. Он нам дал богатство Своего Слова, из чего и состоит вера Божия, вера отслышания Слова. Как только мы станем богатыми верою, мир окажется в подчинении Вашим. Он будет подчиняться людям веры. Христос, начальник и совершитель веры, сказал «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Несмотря на то, что нечестивые люди, то есть это бывшие святые, обладали властью и передали эту власть дьяволу, те, которые и остались, сильнее тех, которые ушли. Потому что тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Мы призваны победить нечестивых, то есть сатану во плоти, не только в своей, но и в той, которая противостоит нам извне. И поэтому очень важно, когда мы будем приносить десятиные приношения, мы должны знать, что это один из аспектов, один из важных и сильнейших аспектов – победы над злом. Потому что корень всех зол – сребролюбие. Когда мы чтим Бога, и когда мы понимаем, что несмотря на то, что оно находится в нашем распоряжении, оно нам не принадлежит, и мы чтим Бога, что признаем этот фактор, то мы не ожидаем какой-то особой благодарности, потому что это не наше. Вот когда мы будем наше отдавать, а это можно делать только тогда, когда мы, во-первых, Павел пишет, они отдали самих себя Господу, а потом и нам по воле Божией, чтобы мы вместе с нашими приношениями принесли самих себя, чтобы это было как одно. Вот тогда это будет такой статус почтения Бога, что нечестие вынуждено будет замолчать, ад отступит назад. Мы сейчас будем служить Господу десятинами и приношениями и принесем в этих приношениях самих себя Господу. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню. После заката славное утро. Ночь несчастья пройдет, не всегда будет мрак там, где теперь он огустел, говорит Бог через пророка Исаию. Взойдет звезда, придет свет, Бог исполнит свое слово. Продолжайте смотреть на невидимое реальное, которое Бог дал нам. Вы, люди, богатые верою. Держите эту веру, смотрите на невидимое. Итак, давайте вспомним всякий раз, когда Израиль приносил свои приношения в храм, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню и питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать Мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего Слова я молю Тебя прямо сейчас да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Благослови вас, Господь, можете садиться. Благослови вас. Субтитры подогнал «Симон»